МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости Большого округа. В студии Юлия Столярова. Смотрите сегодня в выпуске. Помощь придет. Глава округа Максим Красноцветов пообщался с женами мобилизованных. План выполнен на 71%. В Пушкинском уже газифицированы 45 населенных пунктов. Вспомнили молодость. В Доме культуры Сириус провели ретро-вечер назад в СССР. Об этих и других новостях прямо сейчас. Семьям мобилизованных максимум внимания и заботы. В городском округе Пушкинске состоялось заседание фракции «Единая Россия» окружного совета депутатов. За каждым из народных избранников решено закрепить конкретные семьи. Это поможет максимально оперативно решать бытовые и хозяйственные вопросы. Подробности в нашем первом сюжете. В зоне ответственности семьи мобилизованных заседание фракции «Единая Россия» совета депутатов городского округа Пушкинский посвящено ключевым вопросам. Глава округа Максим Красноцветов подводит итоги мобилизации. В округе призваны 540 человек. Мы выполнили поставленную задачу. И мало того, что мы ее выполнили в последние дни мобилизации, когда она уже подходила к своему логическому завершению, фактически, наверное, процентов на 70 мы призывали добровольцев. Сейчас главная задача – помогать семьям мобилизованных не на словах и не формально. Для этого за каждым из депутатов закрепят конкретные семьи, которые смогут обращаться за помощью в решении различных вопросов, в том числе и нетиповых. Несколько направлений. Первое направление – это, конечно, хозяйственная повестка и бытовые вопросы семьи, которые наверняка у каждой семьи и есть. Поэтому я попрошу вас включиться, я попрошу вас посмотреть. Подключайте свой собственный ресурс, выходите на этих людей. Также в округе на базе местного отделения партии «Единая Россия» продолжает работу муниципальный центр помощи семьям мобилизованных. По всем вопросам можно обратиться по телефону 8-495-993-3808 с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов. Главная тема обращений – региональные выплаты и кредитные каникулы. Анна Пыльцина, Евгения Федорова, Анна Белова. Новости Большого округа. Центр содействия семьям мобилизованных действует в округе с момента объявления частичной мобилизации. Его открыли на базе офиса местного отделения партии «Единая Россия». Глава муниципалитета Максим Красноцветов провел встречу с двумя женами мобилизованных. Женщины рассказали, чем им можно помочь. Жены мобилизованных военнослужащих пришли на встречу с главой округа Максимом Красноцветовым. Мужа Анастасии призвали 10 октября. Помощь пришла сразу. Старшему сыну определили бесплатное питание в школе, – бесплатный кружок английского. Освободили от оплаты детского сада за дочь. Сама Анастасия об этом даже не просила. Вопросов особо нет. Муж Татьяны, получив повестку, сразу же пошел военкомателем. На связь с ним удавалось выходить. Он рассказывал, что ни в чем не нуждается. Кормят вкусно, возят на учения. Дополнительных вещей тоже не нужно. Все предоставили. Главу попросила только посодействовать в скорейшем переводе старшей дочери в старую школу, в которой училась до переезда в другой район. Девочка хочет вернуться к старым друзьям. – Просьбы особо таких нет. В основном это был подыток какой-то, как все проходит. Ну, просто проконтролировать момент поступления денег, как обещано было. Потому что финансы еще не поступили. Поступили какие-то пробные там 759 рублей. Но, видимо, проверка счета была какая-то. Мне, в принципе, дали ответ, что поступления будут. Ну, просто надо подождать. В Центре содействия семьям мобилизованных работают волонтеры. Они отвечают на звонки родственников, передают заявки в профильные службы. В основном это вопросы с получением выплат в размере 200 тысяч. Об устройствах детей в садик или школу, кружки и питание в учреждениях. Выплаты поступают с момента, когда необходимые сведения от воинских частей поступают в органы соцзащиты. Соответственно, потом производятся эти выплаты. Мы на контроль берем те случаи, где выплаты не поступили. Соответственно, помогаем родственникам, чтобы данные деньги дошли. Уже с конца сентября обратились около ста человек. В основном все вопросы решают по телефону. Центр работает с понедельника по пятницу с 10 до 17. В выходные можно обратиться через ЕДДС по номеру 112. Вопрос передадут. Анастасия Спирина, Владимир Парфенов, Яков Лейзер. Новости Большого округа. Президентский проект «Социальная газификация» дает возможность людям намного дешевле провести в свой дом газ. Ведь раньше из-за высокой стоимости многие отказывали себе в голубом топливе. Но при этом счета за электричество тоже были немаленькими. Уже второй год в стране реализуется программа «Социальная газификация». Как вы уже знаете, Подмосковье – первый регион в стране, приступивший к реализации президентского проекта «Социальная газификация». Уже более 2000 населенных пунктов в области обеспечили голубым топливом. Затем, как ведутся работы по газификации в нашем округе, можно посмотреть на вот этой карте эмоций. На сайте Мособлгаза в разделе «Социальная газификация». Все довольно просто. Находим Пушкинский, вот он. Сразу видим информацию о том, что уже газифицировано 45 из 63 населенных пунктов. Открываем карту конкретно нашего округа и смотрим, где уже все выполнено, а где еще в процессе. Желтый вентиль означает, что в этом населенном пункте продолжаются работы. Например, в Царево, Лесном, Софрино и других. Здесь же на сайте вы можете найти информацию о сроках проведения строительно-монтажных работ. Просто вбиваете в поисковую строку название своего города, деревни. Ниже можно сразу подать заявку на договор о подключении. С газом-то тепло. Хорошо. Это нужная программа. Тем более она дешевле, чем и по коммерческой цене, особенно вот нам, пенсионерам. Это по споре. В прошлом году увидели программу по телевизору выступления Владимира Владимировича, программу по газификации. В декабре 2021 года подали заявку, сразу получили ответ. И в течение, наверное, месяца нам пришли, подвели все коммуникации к дому, собственно, здесь внутри. И где-то, наверное, недели через две приехали сотрудники МОЗ «Облгаза» и подключили все коммуникации. И уже как пару недель мы счастливые обладатели газа и очень рады тому, что сильно будем экономить на отоплении. Стало и экономней, и теплее намного. В общем, дети у нас в восторге. Теперь вот у нас тепло. Да, стало теплее. Чтобы нет программы, вряд ли мы так быстро бы получили. А так очень удобно. Тепло доступнее. И тепло, и с пищей с готовкой очень быстро и удобно. Спасибо программе, которую наш президент нам подарил возможности. Спасибо. В рамках социальной газификации газ к земельному участку проводят бесплатно при условии, что голубое топливо есть у границ этого населенного пункта. Оплатить нужно только проведение по участку, подключение в доме и оборудование. Так выходит в два раза дешевле, чем было до программы. Информирование людей о проведении социальной газификации происходит постоянно. Для удобства жителей работает также и мобильный офис, где можно задать все вопросы и подать заявку. Он приезжает в отдаленные уголки. В ноябре мобильный офис в нашем округе будет работать по графику, который вы видите на экране. Получить всю информацию о социальной газификации, задать все вопросы по программе, жители городского округа Пушкинский также могут в специальном телеграм-чате, созданном Мособлгазом. Евгения Коломеец, Яков Глэйзер, новости Большого округа. Выставка сделана в СССР, викторина, конкурсы, перекус в спецбуфете и танцы. Все это было на ретро-вечеринке «Назад в СССР». Жители Леснова смогли вернуться в атмосферу тех лет и вспомнить свою молодость, лучшие свои годы. Вместе с гостями ретро-вечера окунулась в советское прошлое и Евгения Коломеец. Уже в холле ДК понимает, что попал в прошлое во времена Советского Союза. Все украшено гирляндами-растяжками с символикой СССР. А дальше и вовсе все вокруг напоминает былые времена. Создают нужную атмосферу ретро-экспонаты советского быта. Ну, дело в том, что, может быть, я сентиментальный человек, и все, что с детства мне было дорого, завоевано, там вот есть выставка, грамоты, открыточки. Я все это собирала, собирала, собирала. И было жалко выкидывать. Поэтому все это собиралось, и очень рада, что предоставилась такая возможность организовать такую выставку. Здесь есть разные посуды, игрушки, книги, вещи, статуэтки. Проще говоря, все то, что было у советского человека в квартире. Простые и нужные вещи. Большинство предметов на выставке из коллекции Анжелики Карповской. Все это она хранила не в коробках, а в старых чемоданах. У нее их более 15 штук. В планах еще сделать выставку чемоданов, сумок и дипломатов. Какая-то матрешка, неваляшка. Потому что если ее наклонить, она не падает, а качается, извини. На выставке собрана и старая техника, радиоприемники, маленький телевизор, разные фотоаппараты, телефон и многое другое. Тут можно найти и полное собрание сочинений Ленина. Есть еще и детские книги, альбомы с фотографиями звезд тех времен и коллекция марок. Выставка стала частью ретро-вечера «Назад в СССР». Его в Доме культуры «Сириус» проводят уже второй раз. Приглашают жителей Лесного окунуться в атмосферу тех лет и вспомнить молодость. Это мероприятие пользуется спросом у наших жителей. Не потому, что они хотят вернуться назад в СССР, как вы понимаете, а дело в том, что это объединение народов. Вся страна жила вместе, дружно, в мире и согласии. К чему мы и стремимся. И призываем всех наших посетителей, гостей нашего Дома культуры. Мероприятие проходило в формате вечера отдыха. Сначала гости посетили выставку. С большим удовольствием они рассматривали каждый предмет. А дальше всех пригласили в зал, где организовали просмотр видеороликов про СССР и провели викторину и конкурсы. Например, завязать на скорость пионерский галстук, угадать песню или флаг республик, входивших в состав Союза. За правильные ответы давали советские деньги. Банкноты, разумеется, не настоящие. Их можно было обменять на лимонад и бутерброд в спецбуфете. Здесь же все вспомнили и советские очереди. А как вам вообще мероприятие? Поделите мечей? Отлично. А нравится? Ну, очередь. Особенно очередь. А вообще, вот вся атмосфера, все, что здесь есть, как? Отличная. Все знакомо вам, да? Знакомая, не знаю. А вам как? Все, особенно классные. Как вам вечер? Как вам атмосфера? Вспомнили молодость? Вспомнили молодость. Очень здорово все придумали. И конкурсы, и видеопоказы, и музыка нам очень понравилась. Мы с удовольствием проводим здесь время. И очень актуально вот это мероприятие в контексте сегодняшним днем. Очень радует, что все-таки есть люди, которые помнят, знают и учат молодежь. Всему доброму, прекрасному. И вот с этим мы к коммунизму и придем. Мне тоже очень понравилось. И хочется, чтобы союз снова возродился. Но уже, как бы, может, к этому немножко идет. Завершением ретро-вечера стали танцы под знакомую и любимую музыку из советского прошлого. В планах УДК «Сириус» создать музей, сделанный в СССР. В нем будут собраны экспонаты с выставки и все то, что принесут жители поселка. Что больше всего нравилось в Советском Союзе? На этот вопрос ответ был простой. В первую очередь, дружба народов. Говорили и про уверенность в завтрашнем дне, и про воспитание, и про стабильность, что все было для людей. И каждый гость вечера вспоминал о том времени с теплотой. Ведь это их молодость. Евгения Коломиц, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Молитва памяти. В Пушкинском вспомнили жертв политических репрессий, пострадавших за убеждение и веру в советские годы. Памятные мероприятия ежегодно проходят по всей стране 30 октября. Официальное количество жертв Большого террора до сих пор неизвестно. Считается, что только с 1937 по 1938 годы в России были осуждены 1 миллион 300 тысяч человек. В городском округе Пушкинские молебны и панихиды прошли при двух храмах. В Троицком в Пушкино и храме новомучеников в Ивантеевке. В церквях в этот день молились о репрессированных, которые родились, жили или трудились в первой половине 20 века на территории современного Пушкинского. В их числе жители поселка Листвяны, ныне Мамонтовки, которые были фигурантами дела врачей-вредителей. Знаменитые люди – писатель Михаил Кольцов, поэт Демьян Бедный. По воспоминаниям старожилов, в 1934-37 годах в Ивантеевке был филиал Дмитлаго, а заключенных хоронили за Георгиевской церковью на берегу ручья Песочного. Ставшее уже традиционным молитвенное чтение имен жертв советских репрессий в этом году прошло на Бутовском полигоне. Первое дыхание зимы. В ночь на понедельник в Подмосковье выпал снег. Явление временное. Синоптики предполагают, что начало ноября будет относительно теплым. Во вторник, 1 ноября, днем ожидается до плюс 2 градусов. Ночью возможны заморозки до минус 1. Облачность высокая, ветер северо-западный до 4,5 метров в секунду. Напоминаю, что все наши сюжеты и материалы вы можете найти в соцсетях во Вконтакте, в Одноклассниках и Телеграме. Также подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзене. Кроме того, программа новости Большого округа выходит и на Рутубе. И на этом у меня все новости на сегодня. С вами была Юлия Столярова. Всего вам доброго и хороших новостей.